Аعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сегодня мы немного расскажем об عمار بن خطاب رضي الله عنه о втором праведном халифе عمار بن خطاب رضي الله عنه он имел общего предка вместе с пророком صلى الله عليه وسلم у них был общий предок كعب بن لعاي общий предок он был младше чем пророк صلى الله عليه وسلم на 13 лет عمار بن خطاب رضي الله عنه был первым человеком которого прозвали عمار بن خطاب رضي الله عنه и говорят что в одной из проповедей عمار بن خطاب обращаясь к людям сказал عمار بن خطاب رضي الله عنه 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 А.С. его назвал Абульджах Отец Невежества И Пророк С.А. делал такой дуа О Аллах, укрепи Ислам одним из двух мужчин, которые являются для тебя более любимым И наутро Ислам принимает Умар, радуя Аллаху Ану Наутро Ислам принимает Умар И Пророк С.А. сказал Атани Джибрил Факала Кад истебшара Ахлю Самаи Би Исламе Умар Пророк С.А. говорит, ко мне пришел Джибрил Ко мне пришел Джибрил и сказал Поистине обитатели Небес обрадовались принятию Ислама Умаром Обитатели Небес обрадовались Умар, радуя Аллаху Ану, принял Ислам в шестом году от начала пророчества В шестом году от начала пророчества Некоторые говорят в пятом году от начала пророчества Принятие Ислама Умаром Нухаттабом Причиной этому послужило то, что до него дошла весть о том, что Ислам приняла его сестра Фатима и ее супруг Саид Бнузай Когда Умар об этом узнал он направился в их сторону чтобы их проучить чтобы их подвергнуть наказанию Когда он зашел к своей сестре она прочитала ему аяты из Корана И тогда это послужило тому, что Ислам проник в сердце Умара Радуя Аллаху Ану Затем он пришел к пророку Саня Аллаху Алейху Асалям который находился вместе со своими сподвижниками в доме который находился возле горы Сафа И там он открыто заявил о своем принятии Ислам И тогда все мусульмане начали громко произносить такбир Все мусульмане начали говорить Аллаху Акбар Аллаху Акбар Пророк Саня Аллаху Алейху Асалям обрадовал Умара Радуя Аллаху Ану при жизни же раем он был одним из тех кому при жизни был обещан рай также потому что Аллах установил истину на языке Умара Радуя Аллаху Ану потому что то что он говорил часто относительно этого не спасалось откровения Ибн которые попали которые попали в плен при Бадре и относительно этого был не спасен аят Умар Ибн Хаттаб сказал пророку Саня Аллаху Алейху Асалям что лучше будет чтобы его супруги одевали хиджаб полностью закрывались и по этому поводу был не спасен аят и таких двадцать и более случаев есть когда предложение Умара подтверждалось Кур'ан Затем Умар Радуя Аллаху Ану вышел в общество Курайшитов и начал громко во весь голос заявлять о своем принятии Ислам и конечно же Курайшитов в этот день постигла очень сильная печаль которая их до этого никогда не постигала потому что один из отважных юношей Курайшитов принял Ислам и Сухейб говорит когда Ислам принял Умар Радуя Аллаху Ану мы сели вокруг Каама мы сделали круг мы сделали таваф и мы договорились что справедливым образом мы будем требовать наказания от тех кто попытается что-то грубым образом сказать наш адрес они они боялись Умар принял Ислам значит мусульмане осмелеют Умар он был самым лучшим человеком после Абу Бакра Радуя Аллаху Ану после Абу Бакра самым лучшим сподвижником был Умар Радуя Аллаху Ану и все сподвижники сошлись на том что Умар обладал огромным знанием огромным количеством знаний то что он обладал совершенным пониманием то что он был заедом он был простым скромным и был очень мягким к мусульману когда он стал халифом он уделял большое значение заботе интересов мусульман он днем и ночью плакал Умар Радуя Аллаху Ану днем и ночью плакал и когда его спросили по этому поводу почему же ты Умар человек которому при жизни обещан рай почему ты плачешь днем и ночью и тогда Умар Радуя Аллаху Ану сказал меня назначили правителем и это такая должность если я буду справедливым то все равно я не избегу спроса а если же я проявлю зульму то меня накажут то я подвергнусь наказанию если если буду днем спать то я погублю свою пасту а если же я буду спать ночью то я погублю самого себя у людей у людей о их правителях у Умара в каждой провинции были свои правители которых он ставил и он у людей спрашивал о их правителях если до Умара доходила весть о том что один из правителей не посетил больного или же не посетил слабого то он его отстранял от должности если до Умара доходило что кто-то из правителей не посещает больного то отстранял его от должности один из дней к Умару разу зашел один из его подчиненных и он видит что Умар лежит на спине а на его животе играют дети Умар правитель лежит на спине а на его животе играют дети и это ему не понравилось этому подчиненному и тогда Умар ему сказал кайфа анта ма ахлик а ты как себя ведешь со своей семьей со своими детьми и тогда он сказал когда я захожу домой говорящий начинает молчать то есть я такой грозный что если я домой захожу то все начинают из-за страха молчать то ты ты точно не приезжаешь доброту и мягкость к уме Мухаммада саллиллаху алейху поэтому поэтому ты отстранен он заботился о слепых сам непосредственно заботился о них о слепых заботился о тех которые были парализованы он заботился о пожилых он смотрел за пожилыми за детьми он сам им приносил воду таскал им дрова Омар это правитель он сам приносил им воду домой хотя у него было полно людей которых он мог бы отправить но он был настолько простым что сам приходил носил дрова приносил воду он убирал их дом он чистил их дома от мусора также Умар раду Аллаху приходил к тем женщинам супруги которых пропали или же долгое время отсутствовали он приходил к ним и говорил есть ли у вас какая нибудь нужда и они супруги вот эти женщины они отправляли вместе с Умаром своих рабов и Умар для них покупал все необходимое если кто-то из этих женщин ничем не владел то он сам за свой счет покупал им необходимое немного о караматах Умар раду Аллаху он обладал очень большим количеством достоинств караматов и один из них то что Умар раду Аллаху отправил войско и во главе войска он поставил саарьята когда же состояние войска мусульман ухудшилось и ряды врагов усилились против мусульман в это время Умар на территории Медины делал хутба а войско находилось на территории Аджама не на территории Араба то есть это очень далеко было а Умар находился в это время в Медине он делал хутба и он начал кричать во весь голос три раз он крикнул я сарья джабал я сарья джабал о сарья горе к горе о сарья и сарья и те кто были вместе с ним услышали его голос Умар в Медине а они находятся на территории Аджама не Араба и тогда говорят сарья с войском отошли к горе и одержали победу над врагом также из его караматов то что во время правления Умар Абн-Хаттаба радия Аллаху произошло очень сильное землетрясение так что чуть ли горы не обрушились и тогда Умар радия Аллаху своей плеткой ударил об землю и сказал следующие слова Ускуни ин лям акун адлен фауилюн лил Умар успокойся о земля если Умар не справедлив то горе ему то горе ему и тогда землетрясение прекратилось и после этого подобные землетрясения никогда не повторялись на территории Медины также из его караматов то что Амр бнуас который был его подчиненным на территории Египта Амр бнуас отправляет письмо к Умару и в этом письме пишется О Умар поистине Нил его вода не поднимается выше обычного пока туда не бросят молодую девушку которая никогда не выходила замуж это был Адад в Египте когда еще там не было ислама и тогда Умар обратно пишет письмо Амру бнуасу в этом письме было написано следующее Мин Абдилля Умар Амир Амир Амминина Иля Нил Мисра от Раба Алла Умар Абн Хаттаб правителя правоверных к Нилу Египта Амминина Амминина Затем Если ты течешь по своей воле то не поднимайся в уровне Амминина 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 в этом письме приказывает Амминина Асу чтобы это письмо он бросил в Нил Амминина Амминина так и сделал Амминина на территорию накидку и сказал возьми эту мою накидку и когда огненное пламя лава еще раз подойдет к Медине то поставь эту накидку перед своим лицом и скажи следующие слова я нар хадар и да умар абн хаттаб скажи о огонь это накидка умар абн хаттаб и тогда говорит это огненное пламя оно отойдет этот раб так и сделал и после этого огненная лава начала отходить и больше никогда не возвращалась на территорию Медин умар он передал от пророка саллаллаху алейхи вассалям 539 хадисов прожил он на этом свете 63 года покинул этот свет шахидом его убил абулу анасране христианин когда он был в молитве умар абн хаттаб был похоронен в комнате где похоронен пророк саллаллаху алейхи вассалям и передается что на этой комнате где был похоронен пророк саллаллаху алейхи то замок сам открывался сам открылся замок и присутствующие они услышали голос из этой комнаты где был похоронен пророк саллаллаху алейхи вассалям этот голос говорил следующий введите введите хабиба к хабибу поистине хабиб соскучился по своему хабибу то есть по умару радия аллаху анну эта история передается в книге тариху димаш автор этой книги является ибн асакир на 30 томе в 30 томе на 436 странице эта история приводится когда умер умар радия аллаху анну земля стала мрачной потемнел и маленький ребенок начал говорить своему отцу акама тиль кияма у отец неужели настал судный час и тогда отец сказал сыну нет мой сына сегодня просто убили умара радия аллаху анну и по его смерти скорбит даже земля хиляфа правления умара бнухаттаб радия аллаху анну длилось 10 лет 6 месяцев и 5 ночей 10 лет 6 месяцев и 5 ночей аллаху аллаху Субтитры создавал DimaTorzok